Добрый день, уважаемые коллеги. Вашему вниманию мы хотели бы представить сегодня наш опыт выполнения Fusion Biopsi в условиях многопрофильного стационара города в 40-й больнице Санкт-Петербург. Об актуальности вопроса сегодня уже многое сказано, однако хотелось бы обратить ваше внимание, что уже в 2014 году в небезызвестном журнале Forbes была посвящена целая статья этой проблеме. Всем известны недостатки классической системной биопсии. Собственно, эти недостатки привели к развитию, к поиску новых методик диагностики рака предстательной железы. На сегодняшний день краеугольным камнем в развитии этой технологии является развитие технологии визуализации. Авторы одной из последних статей, опубликованной в журнале «Европейская урология», говорят о том, что на сегодняшний день выполнение МРТ перед биопсией является уже рутинным методом. Первичная биопсия может быть только в сочетании таргетной и системной биопсии, а изолированная таргетная биопсия возможна только в варианте повторной. Также обращает на себя внимание говорящее название этой статьи, где МРТ-диагностику сравнивают со слабым звеном в цепи диагностики рака предстательной железы. Это среднестатистическое распределение очагов по результатам МРТ. Более половины пациентов имели лишь один очаг при МРТ. Большая часть очагов, как всем известно, располагается в периферической зоне простаты, но также их значимая часть находилась в центральной зоне и в передней фибромоскулярной строме. В нашей практике мы используем аппарат BioJet, совмещенный с аппаратом BK. Все биопсии были повторными, все были выполнены промежностным доступом. Это связано с особенностями нашей аппаратуры, которой мы оснащены. И все биопсии были комбинированными. Наш скромный опыт составил 70 пациентов. Обращает на себя внимание достаточно высокая частота выявления рака предстательной железы. Несмотря на то, что в 42% случаев опухоль была выявлена при прицельной биопсии, в 8% случаев эта опухоль при изолированном выполнении прицельной биопсии была бы пропущена. Также из общей выборки в 44% случаев при биопсии из очага рак не подтверждался. Также стоит отметить, что практически в 5% случаев из пропущенного рака при таргетной биопсии рак был клинически значимым. А в 15% случаев стадийность рака была бы недооценена. Еще раз хотелось бы заострить ваше внимание на этих цифрах. И цифры, собственно, говорят сами за себя. И можно, наверное, понять удивление нашего коллеги, судя по всему, это радиолог. Один из клинических случаев. Здесь, по данным МРТ, в правой доле предстательной железы выявлен очаг. К сожалению, при выполнении таргетной биопсии рак в этом очаге не подтвержден. Во втором случае в левой доле предстательной железы определяется очаг, но при выполнении системной биопсии выявлен клинически значимый рак в противоположной доле предстательной железы, глисонсии. Как вы можете видеть, наши полученные цифры не противоречат более крупным исследованиям наших западных коллег. Ни для кого не секрет, что информативность биопсии зависит от следующих принципов, от следующих факторов. Видим ли мы, собственно, этот очаг? Является ли цель целью? Во-вторых, умеем ли мы целиться в эту цель? И в-третьих, в ту ли сторону мы стреляем вообще? Также хотелось бы заострить ваше внимание на критической важности взаимодействия специалистов. Работа над ошибками, и это взаимодействие является залогом успеха и дальнейшего развития данной методики. И в заключении хотелось бы сказать, что на сегодняшний день, при сегодняшнем уровне развития МРТ, мы считаем, что комбинированная биопсия является наиболее информативным и надежным методом диагностики рака предстательной железы. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Я предлагаю ко всем трем докладчикам задать вопросы, если они есть по фьюжн-биопсии. Понятно, что она вошла в нашу жизнь. И, наверное, другого варианта биопсии на сегодняшний день не должно быть. Поэтому любопытство и интересы должны быть. Пожалуйста, вопросы. У меня вопрос ко всем трем накладчикам. ПАИРАЦ-2 вы будете делать биопсию? Прицельно точно не будем, потому что ПАИРАЦ-2, вероятность выявления клинических значимых рака 0. Если все зависит от возраста, все зависит от уровня ПСА. Мы обсуждаем, если пациенту 80 лет, ПСА 5, то, скорее всего, не будем. Если это молодой человек, то, скорее всего, будем. Я хотел бы задать вопрос, насколько мы готовы доверять МРТ. Может, следующим витком эволюции будет именно тому, что мультипараметрическое МРТ позволит нам с большей вероятностью выявлять это и проводить биопсию необходимость будет намного меньше. Что мы ждем от биопсии, в принципе? То есть, что, получение уровня глиссона или что? Если мы его локализовали полностью, то есть, если сейчас биопсия решает очень много вопросов, так как она системная, она позволяет оценить распространенность процесса, вовлеченность, то МРТ на сегодняшний момент, мультипараметрическое, здорово нам помогает. Допустим, мне наиболее комфортно получать пациента, у которого есть МРТ первичное, для дальнейшего планирования, если в случае выявления рака любого, какой уровень операции, какой ему сделать, чем это потом, бесконечное повторение, ожидание. Поэтому мы взвесим все остальные факторы, уровень ПСА, и, наверное, все-таки, если будет ПСА выше возрастной нормы, мы выполним системную биопсию. Возьмем обратную ситуацию. Низкие ПСА, 60-65 лет, пациент такой средний, и ПАИРАЦ-4, очаг одиночный, без признаков распространения, закапсулы и так далее. Если ПАИРАЦ-4 буду, хотел бы сказать отдельно ПАИРАЦ-3, буквально недавно вышла работа. Если я сразу буду и буду какую, прицельную, только прицельную, а у вас мнение? Наверное, если это такой вид пациента, то, наверное, я бы тоже хранился больше прицельной биопсией, если вот так. Что ограничиваетесь, а вы? При клиническом, при выявленном очаге в предстательной железе и низком уровне ПСА мы бы, наверное, все-таки выполнили комбинированную биопсию, чтобы недооценить стадийность данного заболевания и выбор дальнейшей методики будет завести от этого лечения. И вот у меня по этому поводу, как бы, я, наверное, соглашусь с последним мнением, но в другом немножко аспекте, опять же, ко всем вопросам. Зависит ли все-таки выбор вашей тактики и техники биопсии от того, что вы предполагаете в дальнейшем этому пациенту? Или вы, наоборот, будете все-таки строить тактику от тех материалов биопсии, которые вы получили уже в дальнейшем какие-то решения? Например, фокальные методы лечения, если мы предполагаем пациенту, как-то техника биопсии будет меняться, зависит от этого или нет? Я думаю, что больше зависит от вообще перспектив лечения пациента, опять же, зависит от фозоста, от коморбидных состояний. И если мы даже предполагаем, что при нахождении рака мы не будем предлагать агрессивные методики, то, вот опять же, то, что я начал говорить, паразм-3, например, да, есть данные, которые показывают, что в течение года-полтора он меняется или в сторону четверки, или в сторону двойки. Если нет каких-то очень высоких цифр ПСА, не пальпируется образование пациента возрастной, мы иногда просто наблюдаем и актив севальность без биопсии. То есть мы повторяем МРТ через полгода, через год, и чаще всего мы видим динамику. Паразм-3 сдвигается или в большую, или в меньшую сторону. Если он будет сдвигаться в большую, то прицельная биопсия. Если в меньшую, то дальнейшее наблюдение. Это красиво у пациента выражено нарушение мочи и спускания. Это отдельный вопрос. В общем, отдельный. Это типичный вопрос клинической нашей практики. Нет, это... Вам нужно решать, что с ним делать. Тогда, конечно, если нарушение мочи и терябует хирургического лечения, и мы стоим перед выбором делать имуторно-сутортальную резекцию или простатоктомию, то, конечно же, биопсия будет в самом полном варианте, комбинированная биопсия. И даже если мы видим клинический незначимый рак, то лучше выбрать радикальную простатоктомию, чем делать дурой, потом одеван там получать. Я все-таки хотел бы вернуться именно к фокальной терапии, потому что, с одной стороны, она как-то уже всем намазулила глаза, и все как-то успокоились. А с другой стороны, сейчас все больше и больше все-таки об этом говорят. И в новых аспектах понятно, что проблема фокальной терапии только одна – отсутствие возможности визуализации в объеме конкретных очагов. Поэтому таргетная фокальная терапия, пока этот вопрос не будет решен, понятно, что она, в общем-то, будет в такой ситуации в руках экспериментаторов. Но, тем не менее, биопсия, в том числе фьюжн-биопсия – это один из вариантов как раз визуализации и моделирования того опухолевого процесса в объеме простаты, который существует. Поэтому вот в этом аспекте, насколько именно фьюжн прицельная, системная и прицельная в каком объеме 2-3 столбика из этого очага, как их позиционировать на ваш взгляд? Я сразу хотел бы ответить, потому что, я уже упомянул, что для меня это более близко, потому что мы используем эти таргетные в рамках клинической апробации пока, то есть мы используем таргетную биопсию, естественно, для своей безопасности, прежде всего, для того, чтобы спрогнозировать для пациента исходы, я использую комбинированную всегда фьюжн-биопсию, которая позволяет определённое картирование произвести предстательной железы. Причём, как бы, ну, непосредственно, мы же понимаем, что это та же самая система координат абсолютно, и она позволяет нам как-то уже локализовать этот очаг. И поэтому количество таргетных биопсий при этом, конечно, оно чрезвычайно увеличивается, и экстремистско-систурационной биопсии, ну, то есть там порядка 5-8 мы берём минимум таргетных очагов. Потому что это очень важно, я считаю. Таргетных или системных? То есть мы проводим системную, то есть комбинированную с таргетной, причём именно непосредственно таргетных мы берём не меньше 5. Но это не сильно отличается от тотальной биопсии, Ну, о чём и речь. Это позволяет как бы развести определённое картирование, на мой взгляд, соотношение МРТ. Спасибо. У нас в клинике поменяется радиохирургия, и при выявлении локализованной, если только в очаге, в прицельном очаге мы выявляем рак, то мы этим пациентам предлагаем неполноценную лучевую терапию, 5 сеансов радиохирургии. И я знаю, в клинике Симашка и РЖД, они по результатам таргетной биопсии проводят высокодозную брахиотерапию, то есть они подводят этот зонд радиоцентра к этому очагу, только и при выявлении не мультифокальной, а унифокальной опухоли. Так вот вопрос в объёме. Здесь комбинированное, по сути, сатурационное. То есть вы говорите о том, что достаточно действительно всего диагностического поиска и завершаем его таргетной прицельной биопсией, верифицируем очаг и проводим абляцию именно этого очага. А куда всё-таки нам двигаться? В сторону минимизации объёма биопсии на основе, естественно, соответствующих данных обследований, либо всё-таки сохранять такой подход? Тогда вообще зачем это всё делать, сатурационное через каждые 5 мм, да и всё? Всем процентам после 40 без ПСА, всем просто делать мы всех отраковочим. Мне кажется, да, ну голосовать можно, наверное, но мне кажется, что мы немножко как бы очередной раз боимся, при том, что прекрасно понимаем, для чего нужна прицельная таргетная терапия. Для того, чтобы как раз сократить этот протокол и для того, чтобы не диагностировать клинически незначимые ракопрестательные железы. То, что вы расширяете протокол, увеличивается число клинически незначимых форм, а ради этого всё и делается. Никакого другого смысла всего этого действия нет. Поэтому понятно, что двигаться, на мой взгляд, всё будет к таргетной и прицельной терапии, естественно, с ещё дальнейшим развитием средств визуализации и диагностики малоинвазивных. И, в общем-то, мы к этому уже пришли, поэтому это и надо понимать. И, мне кажется, с этой позиции надо рассматривать фьюжн-биопсию. А то, что вы говорите, мы делаем в плане того, чтобы себя подстраховать. А зачем тогда вообще это всё? Да. У меня есть такое мнение, что до тех пор, пока мы не можем чётко с помощью МРТ выделить ЧИИ для таргетной терапии, до тех пор вот такая тактика, которую использует ТМС, может привести к компрометировать весь метод, всю идею. Потому что наличие каких-то незначимого рака там, где наряду с сопутствующим значимым раком и больной идёт на фокальную терапию, у этих больных будет рецидив. И потом мы будем делать вывод о том, что смысла фокальной терапии вообще нет. Мы пока просто не можем чётко сказать, вот здесь есть рак по МРТ, а вот здесь в этой доле нет. Вот когда мы это начнём делать, тогда мы можем использовать только таргетную биопсию, потому что, ну, показано клинический пример, вот сейчас показано, что глисон 9, а на МРТ рак не видит. Вот о чём. Вполне согласен. То есть практически на самом деле есть ещё одна проблема. Мы, наверное, имеем самый большой опыт фокальной терапии, точнее не самый большой, а самый продолжительный. То есть это уже более 10 лет наблюдения за тем, теми пациентами, кому была выполнялась таргетная фокальная терапия ракопрестательной железы. И остаётся несколько пациентов, которых мы продолжаем наблюдать. И это, на мой взгляд, достаточно большая проблема. У пациента продолжает расти ПСА очень медленно, но тем не менее растёт. Он ещё достаточно молод для этой всей ситуации. Но визуализация этого чега невозможна после тех фокальных воздействий на неё, которые были проведены. Отличить уже в этой всей ситуации что-либо практически на МРТ невозможно. Делать ему бесконечные биопсии – тоже непонятная ситуация. Поэтому мы вот сейчас с этим центром расстали такую совершенно непонятную историю. Мы уже выполнили ему после этого 4 биопсии. Они все, слава богу, без признаков прогрессирования рецидива рака. Но тем не менее ПСА растёт. И мы тоже себя чувствуем очень некомфортно. И пациент тоже чувствует себя некомфортно. А выхода, в общем-то, на сегодня нет. Генетические маркеры. Ну, тут у биопсии уже 4 какие генетические маркеры. Мы верифицировать не можем. Поэтому действительно, всё-таки на сегодняшний день ещё нет окончательного решения. И какие-то компромиссные варианты, наверное, занимают нашу повседневную деятельность. Спасибо большое. Спасибо.